Артур велосипедист по выходным. Этот вид транспорта у него для души, поэтому кататься приезжает в лес. В городе, говорит, отдых с велосипедом несовместим. Дорожки, дорожки, едешь спокойно, ни о чем не переживаешь. Если бы, я думаю, в городе, если были бы дорожки, было бы туда, как бы поудобнее всем. Удобство и безопасность, пожалуй, главные причины строительства велодорожек. Но зачем их прокладывать в лесу, вдоль известной всем трассы здоровья, как порекомендовал накануне глава города Сергей Дугин, кого они должны защищать там, велосипедистам, непонятно. Но мэр подчеркнул, потребность в дорожках в Барнауле назрела. Об этой идее в городе говорят лет 10. И сами велосипедисты, и те, кому они мешают. Под колеса лезут, пешеходную тропинку проезжают, они переходят. Девать не обижают, просто могут врезаться. По словам архитектора Александра Деринга, власти Барнаула еще ни разу не предлагали реального проекта велодорожек. Все инициативы общественные. В 2015 году сам он разработал велозону на аллее проспекта Ленина. Тогда идею раскритиковали. Хоть какое-то место есть, где нет машин, автомобилей. Ну да, вот эта центральная аллея, она у нас есть. Конечно, при желании ее можно. Она не такая широкая, правда. Но можно разделить полосу для велосипедистов и для пешеходов. Я думаю, что нам скажут только спасибо. Я не наставил на том, что давайте вот завтрашнего дня сделаем здесь дорожку. Сколько заявить об этом, об этой проблеме. Но ездят по аллее и без дорожек, нарушая ПДД на каждом перекрестке. Переходов-то нет. Мы должны, по идее, через перекресток обойти. Поэтому мы не можем это, естественно, сделать, потому что это просто неудобно. Это очень много времени из-за этого теряется. И мы, рискуя, конечно же, переезжаем или переходим. В России всего пять городов с велодорожками. Чтобы их стало больше, Минтран страны шлет регионам готовые правила строительства велозон на небольших расстояниях, до 15 километров, до работы или до магазина. Место под велодорожку могут взять как у автополосы, так и у пешеходного тротуара. В Барнауле, предполагаю, пожертвуют пешей зоной. Расчет такой. Если тротуар ширину меньше 4,5 метров, то под велодорожку он вставляет метр тридцать. Ее выделяют специальным цветом, разметкой и отделяют от дороги бордюром, а от пешеходов зелеными насаждениями. И пока лучшей велоинфраструктуре – татарский город Альметьевск. У них есть велопарковки, урны, спецсветофоры, а главное – 83 километра дорожек. Они вторые после Москвы. И такая сеть, говорят власти, никак не сказалась на автодвижении. Стоимость одного километра велодорожки в Альметьевске – 5 миллионов рублей. Эту цифру нам обозначили и в Барнауле. И четко ответили – в ближайшие годы велодорожек можно не ждать. Теперь еще любопытнее, что же тогда построят на трассе здоровья. Анастасия Дороган, Павел Лауронин, Алексей Фризин. Наши новости.